Привлекательным для вложения капитала стал северокавказский горнолыжный комплекс «Ведучий». На днях он получил статус особой экономической зоны. В скором времени отдых в Чечне может составить серьезную конкуренцию европейским склонам. Александр Ефремов отправился в республику, чтобы на месте оценить масштаб задумки. Итум-Калинский район Чеченской республики. Отсюда до Грозного порядка 80 километров. Сейчас я нахожусь в самом центре будущего курорта «Ведучий». Высота над уровнем моря порядка полутора километров. Здесь будет располагаться главный отель, спа-центр, тренировочная база и так далее. Ну а желающие покататься в горах могут отправиться вот на те спуски по канатной дороге на высоту порядка трех тысяч метров. Три километра – это максимальная высота так называемой черной и красной трассы для профи. Ниже будут располагаться склоны для начинающих горнолыжников. Всего 19 трасс общей протяженностью более 30 километров. Ландшафт «Ведучей» – это уникальный действительно ландшафт. Там, где у нас будет располагаться основной гостиничный комплекс, там сходятся три ущелья. И открывается очень потрясающая панорама. Плюс мы здесь реализуем очень интересные, уникальные, можно даже сказать, технические решения. Не только по канатным дорогам, но и по склонам. И, соответственно, это будет дополнительное притяжение для туристов. Для размещения туристов построят гостиницу на 600 мест. Обещают, что цена за номер будет колебаться в районе одной трех тысяч рублей. Для ВИП-клиентов по соседству возведут несколько шалей, стилизованных под древние чеченские сторожевые башни. Фундамент одного из них уже заложен. Общая стоимость проекта оценивается в 18 миллиардов рублей. А купить затраты планируют уже лет через 10. А то, что курорт будет востребован, здесь не сомневаются. Что касается клиентской базы, она не такая большая, как нам кажется, не так страшно. 560 номеров – это не очень много, на самом деле. Мы считаем, что, если исходя даже из нации чеченской национальности, полтора процента нам хватит загрузить гостиницу из местных только населения. Молодежь активная, ехать недалеко, трасса удобная. Мы построим очень хорошую дорогу, час езды, полтора часа. Кататься на лыжах в Чечне можно примерно полгода – с ноября по апрель. Но на остальной период ведущие не будут закрываться. Главным летним развлечением станет рафтинг – сплав по горным рекам. Помимо этого – пешие и конные прогулки, рыбалка, поездки на квадроциклах и многое другое. Мы хотим создавать лучшие условия у нас на курорте, и тогда народ сам потянется. Поэтому я думаю, что после того, как мы откроем, видно больше. У нас очень шикарная природа, у нас не только кататься на лыжах будет возможно, там все условия будут созданы. Мы будем не в конкуренции, мы будем впереди, и абсолютно не сомневаемся с загруженностью нашего курорта. Недалеко от ведущей есть местечко под названием «Зоны». В будущем это тоже станет частью туристической Чечни. «Зоны» славятся прежде всего своими целебными источниками. Например, сероводородный. Запах, конечно, еще тот, но серные ванны отлично лечат больные суставы. Есть в зонах и минеральные источники. Добраться до ведущей пока можно или на вертолете, или по серпантину. Но уже к концу 2015 года здесь обещают проложить новую магистраль. Которая напрямую свяжет курорт со столичным аэропортом. Во всей же красе горнолыжный курорт засияет года через три. Строить быстро и красиво в Чечне умеют. Достаточно взглянуть на центр ночного Грозного. Александр Ефремов, Максим Дорохов. Новости Содружества. Россия, Чеченская Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова